Поминание Аллаха – это пища для сердца. Если сердце лишено этой пищи, лишено поминания Аллаха, то тогда человек становится просто телом. Хорошо? Тогда человек становится телом без духа. Тогда сердце, если уходит из него, поминание Аллаха, для него тело становится могилой. Хорошо? То есть, если в сердце нет поминания Аллаха, если человек не поминает Аллаха, тогда сердце его в теле оказывается как в могиле, как в склепе. Зикар – это жизнь для домов людей, следующих по прямому пути. Если нет зикра, тогда дома их становятся безжизненными. Зикар – это то оружие, при помощи которого человек, идущий по прямому пути, сражается с разбодниками, которые встречаются у него по дороге. Зикар – это вода, которой человек тушит, пожар, который возникает, преследование его по прямому пути. Это лекарство, исцеление для недугов. Зикар – исцеление для недугов. Если нет зикра, тогда сердца вырождаются. Зикар – это та нить, которая ведет к цели. Это та связь, которая существует между человеком и Аллям-Уль-Гуюб, то есть тем, кто знает все сокровенное. Посредством зикра человек отражает беды. Посредством зикра развеиваются печали. Посредством зикра облегчаются для человека, постигающие его несчастья. Если случается с человеком беда, случается с ним несчастье, тогда зикр – это прибежище для человека. Если случаются проблемы, люди бегут к зикру. Это тот сад, это райские сады, в которых пребывают люди. Это капитал. Это тот капитал, при помощи которого человек ведет торговлю ради достижения счастья. Зикр делает печальное сердце радостным. Зикр доводит поминающего до поминаемого. То есть доводит человека, поминающего Аллаха, до того, кого он поминает, то есть позволяет приблизиться к довольству Всевышнего и доводит до довольства Всевышнего. Более того, зикр делает поминающего поминаемым. Зикр делает поминающего поминаемым. Тот, кто поминает Аллаха, того вспоминает Аллах. Вспомните меня, я вспомню вас. Каждый из органов выполняет свое поклонение, но это поклонение, оно не постоянное. То есть совершается в течение определенного времени и потом прерывается. Что касается зикра, то это поклонение сердца и поклонение языка, которое не прерывается. То есть такое поклонение, которое постоянное, а не временное. Людям, следующим по прямому пути, приказано напоминать все время своего Господа, своего Маабуда, то есть того, кому следует поклоняться, своего Махбуба, то есть того, кого следует любить. Аллах, субхануа та'аля, приказано напоминать его во всякое время, в любом состоянии, стоя и сидя, и лежа на боках. Если рай – это равнина, растениями которой являются слова поминания Аллаха, то также можно сказать про сердце, что сердце – это безжизненная развалина. Безжизненная развалина. И лишь зикр – это то, что восстанавливает сердце, вселяет в него жизнь, то, что является основой для сердца. Зикр – это ясность, это озарение, это блеск для сердца, это исцеление для недугов сердца. Чем больше человек поминает Аллаха, субхануа та'аля, чем он больше погружается в поминание Аллаха, субхануа та'аля, тем сильнее любовь Аллаха к нему, тем сильнее желание Аллаха, субхануа та'аля, встретиться с этим человеком. Если и сердце, и язык сливаются воедино в поминании Аллаха, субхануа та'аля, то есть человек поминает не только языком, но и полумеет сердцем. Сердце и язык делают это вместе, то тогда человек устремляется целиком к Аллаху, субхануа та'аля, забывая обо всем, кроме Аллаха, субхануа та'аля. И Аллаха становится ему достаточным, и это заменяет для человека все, и Аллах оберегает его От всего. Зикар – это то, посредством чего устраняется глухота из ушей, посредством чего немые языки становятся произносящими благо. Это то, посредством чего рассеивается мрак и спадается чей пелена мрака. Аллах, Субхануа Тааля, украшает зикром языки тех, кто поминает его, так же, как он украсил светом зрения глаза тех, кто смотрят. То есть, беспечный язык, который небрежен к поминанию Аллах, Субхануа Тааля, он подобен слепому оку, слепому глазу. Он подобен глухому уху. Он подобен парализованной руке. Вот что такое беспечный язык, который не поминает Аллах, Субхануа Тааля. Зикар – это величайшая дверь, открытая, дверь Аллаха, которая открыта между ним и его рабом, если только сам человек не закроет эту дверь через свою беспечность и пренебрежение. И Хасан Аль-Басри, Рахима Аллаху Тааля, сказал, ищите сладость в трех вещах. Ищите наслаждение в трех вещах. Физсаля, в намазе, вафизикар, в поминании Аллаха, вафикират и в Куран, и в чтении Курана. Если вы найдете в этом сладость, наслаждение, значит, все в порядке. Если же вы не находите в этом наслаждение, знайте, что дверь закрыта. Что значит, дверь закрыта. Посредством зикара человек побеждает шейтана. И наоборот, те, кто небрежен к зикру и забывая зикар, их побеждает шейтан. Их побеждает шейтан. И поэтому говорили предшественники, что если зикар укрепился в сердце человека, то тогда шейтан, когда приближается к этому сердцу, его охватывают конвульсией. То есть, с ним случается то, что случается с людьми, когда к ним приближается шейтан. Что случается? Когда шейтан повергает человека на землю, сваливает, да, и случается что-то типа припадков с человеком. Это называется сура. Так вот, шейтан, когда он приближается к сердцу, в котором господствует зикар, с ним случается то же самое. С ним случается то же самое. И тогда собираются вокруг него шейтаны и говорят, что с этим шейтаном, что с ним такое. и отвечают ему «Кад массау линси» – «Его коснулся человек». То есть, когда случается с человеком что-то такое, да, и говорят «Его коснулся джин, его коснулся шейтан», здесь же отвечают «Кад массау линси» – «Его коснулся человек». Зикр – это дух праведных деяний. Если в деяниях нет поминания Аллах, тогда эти деяния подобны безжизненному телу, то есть телу, в котором нет духа. Продолжение следует...